800 тонн угля получат бывшие работники шахты Енисейска. Этого добивались республиканские власти. В ответ на обращение горняков о помощи после банкротства шахты, они также остались без положенных льгот и выходных пособий. Константин Кравцов продолжит. На складе Хакрестопа в Черногорске работа кипит с самого утра. Грузовики идут один за другим. Только за прошедшие два дня бывшие работники Енисейской получили 300 тонн топлива. Осталось еще 500. Такими темпами, говорят здесь, управиться можно еще за три дня. Этот лишь единовременная помощь от правительства, компании СУЭК и разреза Степной. В списках 266 льготников. В прошлом горнорабочий Виктор Кононенко один из них. У меня пенсия 7700. Ну, посчитай, насколько мне легко хватит. Ну, за пенсию я, может, и куплю одну машину. Чего хотелось, того не дадут. Что, заработал бы, отдали все. Там, гробовые, льготный уголь. Это же единовременные пособия. Между тем, чтобы добиться положенного, угольщики в конце прошлого месяца подали в суд на компанию «Соцуголь». Именно она занимается вопросами льгот и в том числе выходными пособиями, которые также бывшим горнякам выплачены не до конца. Компания находится в Москве. Когда состоится суд, пока неизвестно. С еще большим нетерпением угольщики ждут поимки бывшего управляющего Енисейской Анатолия Петренко. Предприниматель сейчас в Кемеровской области. В отношении него проходит доследственная проверка. Следователи подозревают, по вине Петренко шахтеры не получили не только льготный уголь, но и выходные пособия. Константин Кравцов, Светлана Панина. Новости 7-й телеканал.